Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 409. События дня. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. А сначала не было так. 24 января 2017 года. Это, по-моему, неправильно. Да, 25-е. 25-е было. Ты видишь, как проскользнуло. Не так. И здесь тогда 409-е, наверное, 4010-е. Переправлю. Я потом лучше посмотрю. 4010-е. По всей вероятности так. Сергей Федоров. Доброй ночи, Игнатий Тихонович. Посмотрел ваш форум и хотелось бы с вами... Хотелось бы вам помочь на безфинансовой основе в создании форума, который будет читабельным для пользователей как стационарной платформы, так же и мобильной. По поводу переноса данных можно не беспокоиться. Готов все созданные темы перенести. Простите. Однако отчество вашего я не знаю. Неудобно обращаться по имени. Почему и прислал фамилию. Ответ. Отца у меня звали Тихоном. Если все это без обмана и лукавства будет у вас, то да благословит вас Бог. Но мне сразу дайте доступ к этому ресурсу, чтобы делать замечания, если таковы это потребуются. Дальше я сделаю заметку. Колоссянам 2.18. Никто да не обращает вас самовольным смириномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. Блаженный Феофилакт, чтобы исцелить колоссян, впавших в заблуждение относительно поклонения ангелам, повторяет это слово «ангел» 63 раза. На одно место в этом послании, где апостол упоминает это слово, он выдал 63 оплота заграждения. Так апостол Павел, разъясняя в послании к римлянам в 14 главе относительно пищи, упоминает слова «свину и мясо» 10 раз. Хотя этого слова нет вообще в посланиях Павла. И во всем Новом Завете не перегибли это. Нет. Так именно и нужно вдалбливать нужную засохшую почву. Я пишу, что вчера днем было. Вчера на нашем видеоканале в указателе посещений сразу исчезло, то есть цифра стала меньшей, на 230 посещений якобы. Как это может быть? Но утром сегодня я стал проверять отзывы, комментарии, то некоторые указанные ролики не открываются. Но черный экран и красным линия кривого рта не открываются. Но когда я узнал название ролика, то он по поисковику был выдан совершенно нормальным. Не могли же сразу быть поврежденным 230 роликов. И что это есть? У Никиты же эти ролики открываются совершенно нормально. Прошу помочь разобраться. Да. Сергей... Ну вот это, да. Вот это. Тоже говорили. Я отвечаю тогда Сергею. А отца меня звали Тихоном. Сергей. Игнатий Тихонович, а какой смысл обманывать? После реализации проекта управление передам вашу команду. Дальше. Мне бы только знать, как сайт назвать. Я подразумеваю доменное имя. Вообще-то непонятно, что доменное имя и как. Вот. Какие нужно создать разделы? Какие есть, такие создавать. Такие. Точно. Копии. Опишите, пожалуйста. Игнатий Тихонович, имеется ли быть место моего приезда для обсуждения интернет-ресурса? Нет, это невозможно. Это никак не относится к этому. Если только все это делается для того, чтобы приехать, значит, все это было липо. Обман один. Это невозможно. Обсуждать нет. Зачем ехать? Чего обсуждать здесь? Вот здесь обсуждаем. Встреча абсолютно не разрешается никому, пока мы не узнаем. Вот на крещение, когда узнаем, тогда вопрос другой. Мы могли бы с вами совместно поработать. После чего я снова уеду по своим делам. Абсолютно запрещается. Если приедете, то только на вокзале побудете и уедете. Даже встреча недопустима. Игнатий Лапкин. Так и назовите, как есть. Точная копия существующего ныне. Можете добавить название отчества, чтобы система пропустила. Можете, что хотите, переносить с нашего видеоканала. А их там 6500 роликов. А фотографии брать с моего мира. Их там 17900. А тех, которые на форуме, почему либо не работают, просто выкиньте. Шрифты делать не менее, как 16 крупно. Каким цветом писать тексты, ваше право. Все это можете разнообразить и сделать красивее, чем у нас. Но нигде не добавлять ни слова из текста и ничего не убавлять ни в тексте, ни в названиях роликов и фотографий. Если решились, то не медлите. Приступайте с благословением Господним. И не тратьте время зря. Я люблю все делать быстро и качественно. Вот я показал, как есть. Вот будет видно. Я же не знаю человека. Первый раз. И сразу настораживает приехать, обсуждать. А чего обсуждать-то? Вот тут и обсудили. Ко мне звонят иногда встречи. Но любыми путями. Я вот хожу тут и не могу то понять. В Барнауле при том. Я говорю, при парке идут занятия. Еще где-то здесь идут занятия. Идите. Да нет, батюшки. Батюшки хорошие. Я их знаю. И они много знают. Они кончали семинарии академии, а у меня нет никакого образования. Нет, мне только надо. Явно уже, явно не знания ему нужны. Ему нужна встреча. Ни одной встречи за все время еще не было. Никогда. Это абсолютно не допускается. А если без разрешения приезжает, с этим и уезжает. Встреча невозможна. И не надо спрашивать почему и что. И вот посмотреть какие. Так, что-то он ответил. Нет. Так. Вот он ответил что ли. Считаем. По поводу шрифта. Вы сможете в дальнейшем использовать по вашему назначению. Форум буду собирать на основе CMS системы XenForo. Можно узнать что это такое. По поводу... Даже узнавать не буду. Я во первых не знаю насколько это искренне. Насколько это не подделка. И зачем мне знать. Вначале делать делать. И там я увидел сколько у меня перекопировали. Себе делать форумы. Там с разными кляузами. Да делай что каждый может. По поводу переноса видеоконтента. Я думаю создать отдельный раздел видео. И посредством размещения ссылки размещать ваши видеоролики. Также хотелось бы отметить. Приветствуйте ли вы чат. Общение человека в режиме реального времени. Нет. Не приветствую. Совершенно не признаю. Только по скайпу. Когда пишут. То можете или нет принять. Можете поговорить. Тогда я назначу. Единственный выход только скайп. Скайпа нет. Разговор по телефону не допускается. Одна минута и на этом все. Мы теряем друг друга. Не надо тут командовать. Ко мне приходят и начинают командовать где-то. Не надо мне это. Я это не принимаю. Вот. Просчитать его нужно. Мы просчитали его. Вот теперь показать. Как у нас ресурс в моем мире. Вот как выглядит. Есть там другие такие же страницы. Там я с голубем стою. Это модераторы там делают. Создают дубль. Что было. Вот. Сегодня сколько было. Все уже вошло сюда. Перекаченное. Вот. Видишь. Все вошли. Вошли все. Пять сегодня роликов поставил. Вчера шесть. Ну днем может быть еще даже один будет. Второе. Это у нас форум. И форум. Вчера тут работал. Дорогой мой брат Сергей. Ну опять. Около двадцати роботов зашло. Опять. Зачем. Что никто не может сказать. Опять. Выкинуло. Видишь дорогой гость. Это значит там работает кто-то. Кому дали ему возможность. А это наши. Наш видеоканал. Открытым оком. Вот здесь было пять тысяч. Пять миллионов двести тысяч. Вот уже добавилось. А там раз. Двести. Кажется. Тридцать исчезло. Прям тут же на глазах. Как это может быть. А та цифра подбиралась. Помаленьку. Я считаю. Записываю. Ну техника. Не все у них как надо бывает. Вот сегодня начиная. Вчера беседовали. Вот мы с Сергеем Ильиным. Сегодня уже стоит. Сегодня. Ночью я поставил. Два часа назад. Пятьдесят четыре просмотра. А ну на Виктора на лыжников. Тут проще. Сто сорок два. А послание к кремлинам. Восемь. Ну понятно. Какой контингент. Да это то что Виктор то там идет. Да еще снято то хуже некуда. Там смотреть вообще нечего. Семь минут. Ну что там на лыжах идет. Ну потеряете. Ну туда. Пожалуйста. Нанесло. Сто сорок три. За два часа. Вещь неслыханная. Ну и вот. Семьдесят. Тут большой материал. Вот этот. И дальше у нас идут. Идет ресурс. Это во свете Библии. Православный. Библейский. Сайт. Вот здесь. Нажать. Сразу на форум. Нажать. На видеоканал. Очень богатый. Я называю. Тяжеловесный. Пятьдесят книг. Примерно. Аудио. На считанный книг. Книги. Это не брошюры. По восемьсот пятьдесят страниц. Как двенадцать томов Златоуса. Умножь. И увидишь. И вот здесь. Самое ценное. Все что показывал. Я считаю. Это ответы. Которые я давал. По радио. В университетах. Школах. В милиции. Вел занятия. Регулярно вел встречи с милицией. В тюрьме. С обслуживающим персоналом. С офицерами. И сейчас мы здесь. Добавляем. Пятьдесят пять папок. Но одна из них. Последняя почти церковь. Вот теперь. Что здесь есть. Какие. Мы сейчас будем добавлять отсюда. Чтобы увеличить. Вот. Я его закрою пока. Что мешает мне. Это тоже. Вот сюда поставлю. Контрл В. Контрл А. Заактивировать. И на двадцатый шрифт перевести. И теперь считаем. Давай. Вопрос. 2241. Девятый том открытым оком. Как же вы ходили к адвентистам во дворец спорта и зрелищ, где они проводили под полмесяца свои собрания, когда правила соборные не разрешают молиться серетиками. Да и вы против участия в экуменизме Московской Патриархии. Мы приехали здесь. Бутов был Вадим. И они откупили. Сто тысяч рублей платили каждый день они. Это я узнал у них. Дворец спорта. Много людей было. Отовсюда адвентисты приехали. Даже их там свой патриарх приехал. Кулаков. Вот. И. Сколько они там. Пятнадцать. Тринадцать дней провели собрание. И двести человек сразу крестили. Двести. И тут же рядом. Я пошел туда в день, когда крестят. Бабка стоит. Говорит. Я креститься пришла. Я говорю. А ты что разве не крещена была? Так это батюшки приехали. Да какие батюшки. Еретики. Это адвентисты. А она в сумочке. Да вы что. А он говорит. Что это мы священники. То другое. Вот так они их крестят. Оболванивают. Бесплатно. Бесплатно. Говорит. Там сыр для них. Приготовили. А православные что. Добились в администрации. Подальше в сторонке стоять и плакаты вывешивать. Не двигаясь с места. Но еще одно. Мы ходили. Я отвечаю на это. Ответ. Да. С еретиками нельзя молиться. Апостольское. 45. 40. 65. Ладийский. 33. Правило. Адвентисты есть настоящие полновесные еретики. Василий Великого 1. Ладийский. 37. Тимофей. 9. Их священнослужителями именуемые есть фикция. Апостольское. 68. Правило. Против их неистовства можно даже к мирским властям за помощью прибегать. Карфагенский. 104. Мы там и не молились, а читали. Да воскреснет Бог и расточаться в рази его. Мы им свидетельствовали об истине. Вразумляли через раздачу наших материалов сотня приходящих на это действо сектантское. А когда еретики на улице выставили столы со своими книгами, то и я принес в наше издание Новый Завет в трех томах толкования блаженного Феофилакта, что их очень заинтересовало. Книгу к истинному православию тут же и купили у меня приходящие. О нашем отношении к молитве с еретиками на днях опубликовали в вечернем Барнауле. Статья за 29 апреля 2004 года. Странница 2. Кавычка. Глаза в глаза. Кавычка открыта. В Алтайском Госуниверситете прошел круглый стол с мудреным названием «Взаимодействие органов власти и религиозных объединений по формированию толерантного сознания в межконфессиональных отношениях». Это название такое. Так обозначил эту тему организатор кафедры теологии факультета политических наук АГУ. Алтайский государственный университет – это гуманитарный. В этот день пришли представители 18 конфессий и религиозных образований. По реестру Минюста в Алтайском крае зарегистрировано 263 религиозных организаций. Традиционную для России православную церковь Наталья Заусаева отнесла к экстремистски настроенным представителям религиозного большинства, которые стремятся контролировать не только членов своей общины, но и все население страны. То есть это к московской патриархии отнесли. Вот как уже называют. Самая экстремистская организация с властями слеплена. По ее мнению, подобное поведение является основной основой для религиозной нетерпимости. На это выступление остро отреагировали представители Русской Православной Церкви за границей. Иеромонах Нафанаил в реплике с места охарактеризовал трактовку догладчикам понятия толерантность как элемент гражданской религии. А староста крестовозвиженской общины РПЦЗ Игнатий Лапкин высказал свое неудовольствие как иностранным словом толерантность, так и русским терпимость. По его мнению, слово терпимость в России употребляется только в значении дом терпимости. Так и написали. В Библии нет такого слова, а для христиан это основная книга. Откровение Божие в конечной инстанции заверил Игнатий Тихонович. За всю историю православия было семь вселенских и девять поместных соборов, но нигде ни о какой терпимости речь не шла. О терпении да. Я должен терпеть жену, какой бы у нее не был характер. Должен терпеть и воспитывать детей, сколько бы их у меня ни было. А слово терпимость, мирское слово, ради которого нас сюда не надо было и собирать. Это приглашение пришло, уведомление, что вы пришли. Нужно жить по Евангелию. Мы должны людям говорить правду, жить мирно и помогать друг другу. Но в вопросах веры у христиан абсолютное неприятие лжи. Наши святые страдали и умирали за это. У нас канонические правила. Синетиками молиться нельзя. Сказал, как отрубил, после чего покинул зал. Это про меня пишут так. Нетерпимый экстремист какой. Сказал, как отрубил. Ну вот, пожалуйста. Там, которые выходят, вякают с Филадеев и другие. Что у них было подобное? Они знать не знают. Было еще, в кавычках, камушек обвинений в экстремизме и терроризме. В огород мусульман. Его бросил чтец крестовозреженской общины РПЦЗ Игорь Дыбунов. Кстати, делегация РПЦЗ была самой активной частью круглого стола. Да, к тому же и самой многочисленной. Игорь Владимирович призвал покаяние Московской Патриархии и РПЦ за то, что ее священники благословляют армию и солдат на войну. Псалом 1.1. Блажен муж, который не ходит на свет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Это прямо взято из печати от них. Мирская печать. Вопрос 2242. Но что-то же можно начать делать, чтобы остановить поток прихожан из православных храмов в сектантские рассеяния? Ответ. Всегда даже без надежности есть выход, и его нужно искать только и единственно в Библии. Через 13 дней акции во дворце спорта в Барнауле, как начали адвентисты седьмого дня с нуля, они тут же объявили о крещении и сразу же в пеплавательном бассейне 29 мая 2004 года крестили около 200 человек и еще назначили на следующий день на 30 мая. И тут же подают сразу на регистрацию двух новых адвентистских общин. Лихо, но в православии в современном еще круче. В Новоалтайске пришли попы на пляж и предложили точно так же покрестить людей бесплатно. И тут же погрузили 1100 человек и поместили фотографии в местной газете. Вот апостолы настоящие. А одно другого стоит, но сектанты хотя бы каждому по две Библии подарили и две книги адвентистских, а там этого не было. И тут эстрадные утешения были две недели даром и еще обещаны развлечения по местам археологических изысканий с лопаткой археолога. А у попов ровным счетом нет ничего, а только было дополнительное объявление в газетку же, чтобы пришли эти неофиты в храм с опомазанием, которого им не дадали на пляже. А никто не стал, пошли купаться, да пошли вы попы. Лука 18.8 Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Да, куда? А, ну-ну-ну-ну. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Да. Традиции, обряды, ереси, этого будет навалом и в досталь, а вот веры Христовой останутся ли хотя бы искорки? Деяние 17.1 Здесь не были благомысления фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Лично мы проводим подготовку к окрещению от 3 до 5 лет. Это около 550 часов занятий. Проходим полное толкование Нового Завета по блаженному Феофилакту и откровения по Андрею Кисарийскому и другим святым отцам и соборным установлениям. И труды святоотеческие. И жития святых. И еще противосектантское, чтобы у человека был выбор, как найти истину. За это время не раз посещение сект, начиная с баптистов. Где еще такое есть? По многу крестит и отца Георгия Кочеткова. Его группа приезжала и в нашем храме была. Мы бы некоторых из них, может быть, еще года по три в оглашенных попродержали. Количество большой крещаемых – это широкие врата. Матфея 7.13 Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Сферахова 21.12 Соблюдающий закон обладает своими мыслями. Примудрость Соломона 14.28 Ибо они или веселясь неистовствуют, или прорицают ложь, или живут без закона, или скоро нарушают клятву. Вот кого они крестят. Сферахов 16.34 Лучше один праведник, нежели тысячи грешников. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Вот здесь, оказывается, 16-е. Это по интернетной версии. Там на одну главу дальше. Может быть, когда Библию издают, в книжном варианте, там 15-е может быть. Так что легко найти. Но православная церковь оскостенела и окоченела в своем упорстве и тупости поповской. Им бы только единственно богослужение и требы. Даже в ГУЛАГе епископы уже на Соловках, но не о проповеди думают, а о нижних нарах шконках клюкву давят. Ибо им и там только литургии бы совершать и причащаться. Вот и остались с углями, да с водой для крапления иномарки офисов, да погребальные дроги. Знаешь, что такое дроги? Нет. Ну, на чем везут на санях. Гроб ставили и везли на кладбище. Самая большая ошибка попову в том, что они не учили, что Библия самая опасная в мире книга. Они должны были это говорить. И что ее ни в коем случае нельзя в руки брать. Это у старобрядцев так сказали, а Библии с ума сходит. И все. А слушать ее нет выше греха. И если кто будет хотя бы минуту что-то слушать из Библии, тому и сей грех не проститься ни всем веке, ни в будущем. Вот как нужно было бы им учить народ, да и самим в это верить. И на каждой исповеди, и как можно чаще вопрошать, не читал ли, не слушал ли где чего из Библии. Чтобы люди имели панический, мистический ужас и страх перед Библией, как самой страшной опасности для людей. И чтобы когда что-то услышат из нее, или даже слова Библии, то открещивались бы и бежали оттуда. Это я к чему говорю, если хотите, чтобы сектанты не уходили, а не с Библией. Только так можно было удержать людей-то. Сектанты только Библию открывают. Библия, а он уже настроен, он сразу отскакивает и все. И никто никуда не уйдет, как у старобрядцев. Всех-то старобрядцев-то не один может за сто лет не перешел их. Тогда, объявленная вне закона и приравненная к черной магии или еще какой опаснейшей книге, Библия вызывала бы мистический ужас и у прихожан, и они бы бежали без оглядки от сектантов, строящих свои завлекаловки и обольщения на Библии, ложно толкуя ее. И объявить Библию соборным решением на опаснейшее в деле спасение. Вот таким образом еще только можно удержать бабушек и ревностных и послушных прихожан возле поповских исповеданий и причащений. Но так как этого не сделали, а сделали вид, что Библия нужна, и даже додумались перевести ее на русский язык и напечатать по благословению патриарха, то надо бы и учить ее, как правильно понимать, учить день и ночь. Иисус Новин 1.8 Да не отходится книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Но этого не было в течение двух тысяч лет, и теперь уже и не может быть, разве только в единичных общинах, как в нашей, которой патриархийный попын обзывает баптистской, раскольнической. 1 Тимофея 4.16 Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай из себя спасешь и слушающих тебя. А так как Библию не объявили вовремя книгой, ведущей погибель, то сектанты хитро этим воспользовались и стали вопрошать людей и тут же подсовывать им ответ из Библии. Например, адвентисты спрашивают, где же истинная церковь, и как определить, истинно я ли та, куда ты ходишь. И согласно вышеуказанных мест Библии, доверчивым и простодушным православным людям вдалбливают в их девственные головы, что где Библию не изучают, где Слово Божие не на первом месте, это, конечно же, человеческая организация. И тут же на экране показывают храм Василия Блаженного. И кому это истинно открыто, тех Бог уже любит. И тут же в зал обращается, поздравьте друг друга словами, Бог вас любит. И вот так вычерпают сектанты и лютые еретики русский народ, и останутся попы на уголеках своих, а Софрина будет преобразована, перепрофилирована, нам может устаться выпуск мусульманских чайников для подмывания. Я у них был мусульман, и там куча чайников, ну представьте, тысяча чайников лежит. Живую воду скрыли плохо и не объявили Библию вне закона. Вот что может посчитаться, наконец, лютейшим грехом православия. Вот так. Яд, а травители о нем не говорят, а он запазуховый у них и в пузырьке, и травят кур, скотинку, всех подряд, пускают рыбкам, выжившим в реке. Это, напротив, каждой строчке, это 36 строчек у него в каждом стихотворении. Место из писания, на что можно опереться. О них предупреждал нас искупитель, прощаясь и незримо охраняя. В эфире в клубах травят недобитых, ваттянут колесничными ремнями. Учение юридической отравы развозится в канистрах и в цистернах. Широкий рот кричит им «Бис» и «Браво», питьем мертвящим отравляясь смертно. Тьма тьмущая хитрющих фармацевтов отвешивает яд, но спит священство. Там вырвали из церкви неотпетых, и треть крещеных потеряет членство. В ретортах парится блевотина вождей, ахальников, кривляк и лицемеров. Скрывает в колбе смерть согнувшейся кощей. Не дна им ни покрышки, ни меры. За морским адвентистом-харизматом, нахальным эмиссаром от жидов, Напротив наших доморощенных лохматых, кто обезвредит легион, готов? Ответить по писанию, столкованием, разоблачить прилюдно, наяву, Разбить их склянки, хитрые названия, где христианство – только ложный звук. Не верьте им, лопочущим захлеб, яд сатанизма в каждом афоризме. Надменность и гордыня так и прет, когда рассмотришь через смирение призму. В тумане профилем сторожевая башня, в брошюрке расползается ехидной. Злым языком сектант мозги нам пашет, за наших пастырей и стыдно, и обидно. Доморощенных лохматых. А что здесь в Четвертом царстве о башне сказано? Сторожевая башня? 17.9, Четвертая царь, да. Ну так это главный журнал и свидетель Егова. А не, вот это Четвертая царств, какое событие к этому? Вот это найди, зачем я должен открывать тебе, ты найдешь потом. Сейчас идем дальше. Найдем, что-то такое есть. Представь, напротив каждой строчки отдельное местописание. Еремия, притча, Исаия, Числа, Луки, Якова, Деяния, Первая Тимофея, Неемия. Ты понимаешь сколько? Много, очень много. 36. 100 стихотворений таких возьми, и получается Библию открыть надо что? 36. 36, 3600 раз открыть надо Библию. Вот и все, так их не столько, а намного больше. Так, о чем здесь речь идет? Так, о девятиках опять. Так, ну давай еще раз адвентистам. Запишем, церковь, адвентисты. Ну, об адвентистах спросили, мы ответили. Адвентисты могут опровергать? Никак, Бутова подарил книгу, но они там давали тоже свою, даже Библию, кажется, взяли. Вот, идем дальше. У нас здесь в папке церковь, а церкви идет. Вот теперь опять Ctrl-A, Ctrl-S скопировали. Уходим на Word-овскую страницу. Ctrl-V вставляем. Ctrl-A заактивировали в черном. Ну, и теперь 20-й номер. Все. Ну, тут секунды буквально проходят, чтобы можно было снять и проследить. Читаем. Вопрос 2244. Девятый том открытым оком. Вы всегда говорите, что без отца Нафанаила Судникова не издали бы книги. А как он теперь не раскаялся, что перешел в РПЦЗ? Растет ли он духовно или такой же молчун, как пришел? Все видели, он согнувшись сидел, как больной. Вопрос. Что-то ему же открывается, и это он несет другим. Начинает ли проповедовать ответ? Не надо забывать, что вот ответ, который даю, это лет 15 назад было. За это время многое изменилось. Ответ, да, изменения есть, хотя и не сильно, и не всем заметные. Он даже может новым людям говорить, которых избегал. Монахи не вообще, как кастрированные, отшибленные от жизни. Себе картошки сварить не могут. Мало того, он в письмах многое говорит клеветникам, как это видно из его письма. Могу ознакомиться с этим письмом. Значит, 193-144, Санкт-Петербург, 144-й, Абонинский ящик 36, Душенову. Константину Юрьевичу. Кавычки открыты. Здравствуйте, Константин Юрьевич, мир вам. Прочитал в вашей газете довольно длинное письмо, посвященное большей частью моей персоне, причем весьма нелестно для меня. Будь я простым монахом, сидящим в отдаленном монастыре или где-то в горах, меня бы это не волновало совершенно. Мало ли кто и что про меня скажет, хорошего или плохого. Но, к сожалению или к счастью, мне большей частью приходится заниматься самым великим делом на земле, проповедью Евангелия. Это он уже у нас поднабрался. Меня знают сотни людей лично и тысячи заочно. И молва распространяется обо мне, сказывается нередко на деле проповеди и содействует или препятствует на первом этапе тому, как человек отнесется к слову о Христе распятом. Для меня очень мало значит, как судить обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам о себе не сужу, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь. 1 Коринфянам 4.3 Так говорил апостол Павел. Но и он оправдывался и перед Кесарем, и перед Синедрионом, и перед прочими иудеями, потому что дело касалось проповеди. Деяния 25.11, 23.1, 28.17.22 Представь себе, монах привольный. Это у нас было, то он и здесь уже все, абсолютно все подчеркнул здесь. Плюс к тому, разговор касается вероучительных истин моей церкви РПЦЗ, к которой я всегда относился с большим уважением, даже будучи под подчинением московской патриархии, я тем более теперь, когда я являюсь ее клириком, а также моей крестовозличенской барнаульской общины, поэтому промолчать с моей стороны было бы нехорошо. Я почти не буду касаться личности автора облегчительного письма в мой адрес, так как читатели не смогут проверить мои слова, и чтобы не скотиться до уровня бывшего старосты Николая, как он подписался, но я вынужден опровергать его обвинение. Он пишет, первое, Как только он перешел в РПЦЗ, этот смиренный, тихий монах стал изрыгать страшные хулы на нашу церковь, на чашу. Он начал доказывать, что благодати московской патриархии нет, что таинства у нас не происходят, спасение невозможно. В этом абзаце бывший староста Николай солгал как минимум три раза. Никогда ни одному человеку я не говорил, что благодати московской патриархии нет. Этому есть десятки свидетелей, что когда поднимался этот вопрос, я слушателям объяснял, что речь идет о неканоничности церковной организации московской патриархии, нелегитимности, о неканоничности церковной жизни, об экуменической ереси, поразившей значительную часть этой части русского православия московской патриархии. А судить о безблагодатности и о благодатности в том числе – величайшая дерзость. И дело здесь не в мироточивых иконах и мощах, которые, кстати, у католиков гораздо больше, чем у православных. Но кто способен воочию видеть присутствие Святого Духа? Обо всем этом я бывшему старости говорил десятки раз, но он то ли не понял, то ли умышленно задумал нарисовать образ заположного яромонаха Раскольника, показав его нравственное падение, и до чего доводят эти отделения от нашей истинной Матери Церкви. Что таинства не происходят? Таинства крещения не происходят тогда, когда совершается над неверующим во Христа Марка 16.16 Григорий Ницкий православный катехизис и вопреки апостольским постановлениям не в три погружения апостольские правила 49.50. Таинства прещащения не происходят с неверующими и с нераскающимися. 1 Коринфянам 11.27.30 Житие преподобного Макария 19 сентября Макария Александрийского, не этого. Не египетского. Так, Макария Жития, он неправильно написал, 19 января, ну небольшая ошибка, запиши здесь, января. Опа-мечка. По старому стилю. Так, дальше. Не моя же вина, что в московской патриархии в большинстве случаев так и происходит, что люди в этих таинствах не соединяются с Господом, а бывают обмануты. И дело вовсе не в том, что это именно московская патриархия. Если в зарубежной церкви совершаются такие преступления против Евангелия и канонов, то и в ней эти таинства не совершаются. И более того, я уверен, что если эти таинства совершаются через законы рукоположенного, незапрещенного священника, с человеком православно верующим, живущим полноценной христианской жизнью, совершаются по всем канонам Вселенских Соборов, то Дух Святой является совершителем этих таинств. Несмотря на то, что патриарх и сенот этой церковной организации, МП, являются еретичествующими. Многие ведь этого не знают или не вполне уверены. МП соборно не осуждена. Здесь бывший староста опять солгал. Спасение невозможно. Никогда никому я не говорил, что спасение московской патриархии невозможно. Но спасаются очень немногие. И чтобы это понять, вовсе не надо иметь семь пядей во лбу или быть благодатным старцем. Послушайте проповедь священников в храме. Пойдите, поговорите с прихожанами в любом из храмов. Вы с удивлением обнаружите, многие из них ничего не знают о Христе вовсе. Для большинства же вопрос искупления и спасения Христом – вопрос второстепенный. И они знакомы с этим весьма поверхностно. И это среди людей, которые считаются вполне воцерковленными. То есть, довольно часто посещают исповедь и причащаются. Особенно это ясно видно в сельских приходах с одним священником. Непонятно, как и во что верующим. В маленьком селе Паспаул, где живет бывший староста, приход два десятка бабушек. Большинство именно из этой категории, для которых Христос – дело в вере второстепенное, в один ряд с Божьей Матерью, святителем Николаем, чудотворными иконами и так далее. Это в Горном Алтае. Он уже назвал какое село Паспаул. Горный Алтай. За 10 лет существования прихода можно было на каждого человека потратить по полгода, донести до каждого прихожанина основные истинные веры. Я уж не говорю о проповеди безбожникам, но бывший староста предпочитает бороться со священником за благоговеянное богослужение и в письмах обличать иерархов в экуменизме и канонических отступлениях и с гневом против раскольников, в кавычках, заявлять. Все равно у нас благодать, все равно у нас спасаются. Но там фамилия Суртаев, тут тайны-то никакой нету. Второе. Та же статья «Почему я стал зарубежником» вышла в местной светской газетенке. Здесь опять небольшая ложь. В той газете вышла совершенно другая статья под этим же названием. Я ее, кстати, вам присылал, Константин Юрьевич. Но меня укорят в том, что я смею печататься в светской прессе, поднимая церковные проблемы якобы на позор неверующим. Подобные же обвинения возводились и на святого Иеронима Стридонского, который в свое время обличал открыто пороки христиан. Книга называется «О нравственности священства» самая популярная среди язычников была. Из-за этой книги от него все друзья отвернулись. Но он написал, как есть. И кто был против Иеронима, а он почитается в западной церкви, как у нас, Златоуст. Ни одного имени практически не осталось. А он известный, самый известный. Перевел на понятный, ну, хотя бы немного понятный язык, Библию. Он с гигаплами Оригена занимался. Человек огромной юридиции. 30 лет в Виприемской пещере занимался этим переводом. А что же прикажете делать, если разложение московской патриархии зашло настолько далеко, что она категорически не способна выносить никакую критику, и к церковным газетам меня не подпустят на пушечный выстрел. А московская патриархия – это моя церковь, хоть я и не имея права по канонам признавать ее в священноначалие. Но мне больно за людей, погибающих по вине нерадивых пастрии. Поэтому я готов печататься в любых газетах, самых одиозных, чтобы донести до людей весть о моем любимом Господе. О том, что и православным можно быть по-настоящему без лжи и лукавства, без страха и корысти. В этом добрый пример митрополит Иоанн Снычев, печатавшийся в Советской России. Третье. Этот еремонах попал под влияние совершенно безумного учителя, в кавычках, в городе Барнауле, некоего Игнатия Лапкина. Проходит время, Николай давай каяться, в друзья ко мне просить, Николай Суртаев. То есть все меняется. Да не меняет ему Господь. Дальше. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Это отвечает уже судников. Матфея 5.22. Вот и еще один неизвестный читателем человек, с легкой руки бывшего старосты, ославлен на миллионную аудиторию. А об этом человеке стоило бы поговорить. По какой причине он назван не просто безумным, а совершенно безумным. По той ли, что в 70-е и 80-е годы по всему Союзу распространял тысячами экземпляров начитанную им духовную литературу на магнитофонных катушках общей длительностью, звучание в 2500 часов, Библия, 12 томов житей, 12 томов творений Иоанна Златоуста, добротолюбия, архипелаг ГУЛАГ, протоколы сионских мудрецов, материалы о масонстве и многое другое, за что дважды был в советских тюрьмах, за то, что сотни человек из баптистов и адвентистов после его проповедей обратились в православие, а некоторые стали священниками и до ныне служат в той же московской патриархии. Вы знаете еще хоть одного такого человека? Если во всех городах Союза баптистские секты всегда пополнялись людьми изменимых православных, то в Барнауле, единственном городе, пошел обратный процесс. Баптисты стали присоединяться к православию, и по всему Советскому Союзу были разосланы указания нигде в баптистских собраниях ему слова не давать. Это про меня речь идет. Такая энциклика баптистская была. За то, что тысячи людей уверовали по его проповеди на радио, в тюрьмах, лагерях, воинских частях, университетах и так далее. За то, что епископы считали за честь, когда он посещал их, и откладывали все дела, чтобы поговорить с ним. Максим Омский, Гедеон Новосибирский, Вархмоловей Ташкентский, Антони Барнаульский, митрополит Виталий в Нью-Йорке и другие. А Антоний Барнаульский неоднократно просил его, чтобы он присоединился к ним, обещая храм и средства для проповеди. Вы знаете другого, такого, кавычки, безумного мирянина? А епископ Евтихий, РПЦЗ, под окормлением которого находится безумный Лапкин, 27 сентября 2002 года, говорил много теплых слов в его адрес, говоря о большой пользе для него, епископа, от общения с этим безумцем и от чтения его книг. Это напечатано было в брошюре, или как назвать, самого епископа, который он издает. Четвертое. Теперь они уже вместе борются за обновленчество в церкви, введение русского языка в богослужение. Это Николай Суртаев пишет и послал Душенову, и тот напечатал. Ответ. Позор бывшему старости Николаю. Он сам не знает славянского языка. Не знают его священники. Почти все. На экзамене по славянскому языку в московской духовной семинарии на заочном секторе ни один из священников не смог правильно перевести на русский язык текст херувимской песни. Что уж говорить о тропарях, кондаках и канонах. Вы сами невежественны и хотите, чтобы другие оставались невежественными подобно вам. Вы заучили несколько трескучих понятий об обновленчестве. Что русский обновленчество, а славянский благодатный. А сути обновленчества при зрении канона не видите. Не знаете языка прихожане. И чтобы не говорили о том, что его легко выучить, покажите хоть одного человека, который бы выучил. Я десятки таких обличителей также просил перевести на русский херувимскую песню. Ни один не смог. Позор. Между тем, постановление последнего законного собора 1917-18 годов позволяет сблагословение церковной власти по просьбе прихода служить на общерусском языке. Но мы в Барнауле служим по-славянски. Только псалмы по ремии и апостол читаем и объявляем по-русски. Объясняем. Объясняем по-русски. Чтобы хоть что-то оставалось в голове умолящихся. Он берет то, что Николай Суртаев на него жаловался и берет по пунктам. Вот пятый пункт. Кавычки открыты. Кавычки практикуют перекрещивание, а прежде того, перешедший к ним из московской патриархии должен пробыть в оглашенных не менее трех лет. Ответ. А опять солгал. Большинство крещеных в нашей общине были оглашаемы всего несколько месяцев. Причем из московской патриархии пришли лишь немногие. Большинство обратилось от неверия, некоторые от баптистов. О трех годах говорится теоретически. Так говорят святые отцы. Перекрещивания нет, если крещение было совершено правильно. Но если было по католическому обряду совершено кропление головы, да и еще над неверующим, то после оглашения над такими совершается полное троекратное погружение. Так всегда было на Руси до 17 века. По свидетельству Павла Олепского. Крестили как положено не только католиков, но и православных украинцев и белорусов. Неправильно крещеных так было и у греков 17 века. Шестое. Вот и отец Нафанаил недавно перекрещивался. К сожалению, священников тоже приходится крестить как положено. Это отвечает отец Нафанаил. А, это ответ. К сожалению, священников тоже приходится крестить как положено. Если над ними крещение совершалось еретически по форме, кроплением и по содержанию над неверующим. Так, на Алтай довершили крещение несколько священников не только у нас, но и в московской патриархии. Хотя приходится им доделать это тайком. Представляете реакцию собратьев, когда за приличные деньги гладят затылки мокрой ладонью в своих храмах всем подряд. А если миллионы обманутых людей придут с претензией? Седьмое. Тебе епископ давал три прихода и ни в одном ты не ужился. Ответ. Это уже не первая газета пишет обо мне, в которой возникают мифические три прихода, на которых я не ужился. Никогда я не служил на трех приходах. Зачем так грубо врать? Когда же епископ по своей прихоти бросал меня с первого прихода на второй, то я просил меня оставить. А прихожане единогласно писали ему и патриарху телеграммы с просьбой меня оставить. Причиной же перевода было то, что я дерзал покупать духовную литературу на миллионы рублей в 1996 год в Новосибирске, а не в Барнаульской епархии. Тоже в епархии в Новосибирске только. Где книг тогда почти не было, а те, которые были, продавались двухсотпроцентной накруткой. Когда меня переводили духовником в женский монастырь по слезной просьбе и в умении, и вопреки моей просьбе, где с ней никто, кроме меня, не мог ужиться, то прихожане эти два года слезно просили благочинного, чтобы меня вернули. Зачем-то глупо лгать. Восьмое. Община Лапкина более похожа на секту. Ответ. Это пишет человек, который ни разу в глаза не видел ни Лапкина, ни общину. Не может дать простое определение, что такое секта, и говорит людям, которые не могут его проверить. Девятое. Мало того, что сам гибнет, еще и других сманил. Двое наших прихожан поддались на его уговоры и теперь не ходят в храм, а стали оглашенными на три года. Ответ. Опять солгал ревностный бывший староста. Ни одного человека я никогда не уговаривал переходить в зарубежную церковь. А когда эти двое мне настойчиво говорили, что они хотят в зарубежную церковь, я их решительно останавливал. Даже бывшего староста я неоднократно с канонами в руках уговаривал ходить его в патриархийный храм, когда у него был очередной всплеск ревнительства против своего священника. И он на месяц и переставал посещать нашу благодатую Матерь Церковь. Он даже благодарил меня, что я ему мозги на место поставил. Никого никогда мы не зовем в зарубежную церковь. Для перехода нужны очень веские канонические и духовные причины. Один патриархийный священник из Казахстана в этом году просился в зарубежную церковь. Так епископ и еще три священника еле его угод говорили. Большинство духовенства и прихожан московской патриархии православны только по названию. Зачем они нужны в зарубежной церкви? Мы готовы ими заниматься, проповедовать и учить, но им это не надо. Поэтому и у нас, и они будут только балластом, разлагающим духовную жизнь. О современном православном духовенстве в народе Библия говорит так. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Любят люди, чтобы их не учили. Что же вы будете делать после всего этого? Еремея 5.31 А вот мы вам нужны встать в один ряд. Это он так говорит. Суртаев Николай, давайте в один ряд встанем. А куда встать? У вас и ряда-то на приходе нет. Беспорядочное движение людей. Пришел, ушел. Более-менее порядок только в финансовом потоке. Приход, епархия, патриархия. Здесь-то уж строго блюдется дисциплина и субординация. Тот же бывший староста все свои убеждения и ревность о чистоте канонов заимствовал из переписки с чадами зарубежной церкви. Да и православная идеология и экклезиология большей частью вернулась в Россию именно благодаря зарубежной церкви. Да и равняться архиереец и священникам на Алтае, например, приходится именно на зарубежную церковь. Потому что кроме нее здесь никто и не говорит о проповеди Евангелия, о необходимости возвращения к православным канонам. Очень модно стало говорить, вы бросили нашу церковь в мать, которая больна, но остается православной и надо ее спасать. Во-первых, церковь это не подчинение иерархии, московской патриархии. И кроме громких фраз, есть еще книга правил, каноны, которые необходимо исполнять без упущений. И они не допускают общения с еретиками. Апостольская 45-46, Ладетийский 6, 9, 32, 33, 37, двукратные, 15 и другие. Во-вторых, я был и остаюсь в русской православной церкви, а подчиняться патриарху и синоду не имею права согласно канонам из-за их ереси. В-третьих, московской патриархии мне матерью никогда не было. Не была. Не была. Я попал в нее только потому, что не знал ничего другого. Был обманут священниками с момента мнимого крещения, вопреки правил, постриженному монахе и рукоположенному священному сам. Все учительные слова епископа ко мне касались только того, как правильно открывать торговые точки по селам. И когда совершено совершенно безграмотным 20-летним юношей, я спрашивал знакомых священников о том, как и о чем проповедовать, они смотрели на меня как на идиота и ничего связного не могли из себя выдавить. Когда же я узнал о существовании книги правил и стал читать святых отцов и стал задавать неудобные вопросы, почему мы так не делаем, ведь так мудро святые отцы устроили все православной церкви. Я сразу же был обвинен в самоуверенности, юношеской максимализме, прелести и прочих грехах. А один священник из ревнителей православного благочестия, кстати, довольно известный, когда я спрашивал, почему же он не крестит как положено, и посмел ему сказать, что он просто не любит русский народ, И вот этот ревнитель просто-напросто разбил мне в кровь лицо вместо ответа. Молодому священнику. Какая же это мать-церковь? Мать-церковь это святые отцы на небесах. Немногие верны на земле, они, кстати, есть и в московской патрахии, но отнюдь не номенклатура МП, больная корыстью, трусостью и безмерной лживостью. Бывший староста эту лживость очень ярко продемонстрировал. Поэтому, когда я нашел церковь, которая проповедует и верует так, как и я, что во главе всего священное писание, а каноны должны исполняться без упущений, то в этой церкви я узнал ту самую церковь-мать, русскую православную церковь. И глупо говорить, что я бросил ту же московскую патриархию. Я не говорю о тех людях, которые через меня пришли к вере вообще, но даже некоторых чат МП я за эти годы многому научил из Евангелия. Я радуюсь даже о тех, которые вдруг стали влечать меня сектантом и раскольником. За эти годы я беседовал с десятками священников, и ни одному из них я не сказал, чтобы он переходил к нам. Ни одного я не убеждал отделиться от своего епископа, но уговаривал читать Евангелие, вникать в него, начать священно действовать по православному, по канонам, в рамках тоже МП. Отбросить лукавство и корысть, начать все сначала. Многих-то верующими назвать сложно, разве я их бросил? А находись я с ними в той же церковной организации, они бы утверждались в том, что у них все хорошо. А так они опасаются коммерческой конкуренции, судя о других по себе, и вынуждены оправдываться перед своей паствой. Вынуждены менять многое. Начинают крестить в полное погружение, начинают учить людей перед крещением, стесняются экуминизма, своих епископов, получают хоть какие-то понятия о Библии и канонах. Вот моя проповедь, а отнюдь не о том, что идите все к нам в зарубежную церковь. Письмо получается длинное, темы поднимаются очень глубокие, места не хватит обо всем сказать. Скажу о главном. Сейчас очень распространено виртуальное православие и виртуальное ревнительство. Как у бывшего староста. Это люди, которые о чем-то постоянно ревнуют, пишут какие-то воззвания и обращения, желчные письма, но когда с ними начинаешь обращаться, общаться поближе, то видишь, что ничего другого они не делают. Ни одного человека они не сумели обратить ко Христу, не любят священного писания. Бывший староста, по признанию его жены, даже не читает каждый день Евангелие. А в евангельской проповеди говорить даже не приходится. Они для этого слишком смиренные и недостойные. Самое большее, на что они способны сказать, приходите в храм именно к нам, у нас благодать. Кстати, большинство приходов РПЦЗ в России до недавнего времени были именно такими виртуальными борцами за чистоту православия. Но после недавней смуты в РПЦЗ в России от нашего синода отошло примерно две трети приходов. И что любопытно, если оценивать количество паствы в них, то это одна пятая от общего количества. То есть там две трети больше, а здесь все только одна пятая. То есть самыми крикунами и ревнителями чистоты оказываются именно те, кто как раз главным своим делом в проповеди о Христе и разъяснением Слова Божия почти не занимаются. Это очень важное сообщение, вот это говорит. Вот согласно синода, сколько количество отошло? Две трети? А одна пятая только? Что? Оценим дальше. Сектанты же в это время идут от двери к двери. Их труды достойны восхищения и глубочайшего уважения. Нам же не до этого. Мы слишком истинные. Нам надо церковь спасать, возводить храмы, строить иконостасы, восвящать воду. И при этом доказывать всем православным соседям, патриархии, зарубежникам, катакомбникам, старообрядцам, что благодать у нас есть. Как же это проверить? Как бывший староста, я чувствую. Но лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремей 17.9. Виртуальные ревнители православия склонны к проблемы возрождения православия в России сводить к экуменизму, церковным разделениям и восстановлению монархии. Но суть-то в другом. Суть в том, что и пастыри, и паства духовно не возрождены. Для них Христос не стал смыслом жизни, а Евангелие руководством действия. Самая большая беда – неправильный вход в церковь. Нужно вывести оглашенных за пределы храма, отмежеваться от власти, даже православной, чтобы она не вмешивалась в дела церкви, а тем более сегодняшней масонской власти. «Крестить нужно только настоящих верующих и только их детей, чтобы священник знал своих чад духовных, не прихожан, а именно чад, и только их крестил, причащал и отпевал. Количество номинальных православных резко сократится, но церковь очистится, начнется настоящая проповедь, настоящее возрождение Руси. Это будет церковь, свободная, торжествующая, хотя и гонимая, и преследуемая и миром, и лжеправославными ревнителями в первую очередь. Духовные болезни свойственны и зарубежной церкви почти так же, как и московской патриархии. Но у нас епископ способен слышать голос не только священников, но и мирян. С ним можно эти проблемы решать, он разговаривает без чванства и чувства собственного величия, свойственного рахерии московской патриархии. Он благословляет проповедовать, а не заниматься коммерцией, как делает большинство известных мне епископов московской патриархии. У бывшего староста в письме есть замечательные слова. Мы, именно каждый из нас, виной всему в России. Правда, никаких конкретных действий он предложить не может. Кроме расплычатого, встаньте с нами в один ряд. Вместе мы одолеем всякую мразь, которая вредит церкви, России, русскому народу. А как одолеем? Ихнему попу-морду набьем? Ну как? Что сказать? Внимательно смотрите. Слушай, что он говорит. Или с местного епископа Максима Дмитриева под пыткой возьмем честное слово, что он сам начнет проповедовать и за своими священниками следить? Или покушение на патриарха устроим? Как именно? В один ряд встанем и как бороться-то будем? Попу-морду набить? Покушение на патриарха? Ну, между тем, я неоднократно предлагал ему очень простой рецепт. С одним-двумя человеками начните читать и разбирать Евангелие. Полюбите его, и из него вы узнаете великой любви Божией, что Бог стал человеком и умер за нас, за вас, что Христос мучился за грехи ваши, что Он воскрес и дает Духа Святого верующим в Него. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16 Может быть, кто-то из вас по-настоящему любит Бога, полюбит Бога, обратится ко Христу. Тогда эта радость о Господе просто не сможет удержаться в вас. Проповедь о воскресшем, проповедь о великой любви Христовой будет непрерывно изливаться на окружающих. Вы никак не сумеете это себе скрывать. Это будет действовать на окружающих. У вас появятся еще люди, которые вместе с вами будут заниматься по Библии, которые из них тоже уверуют. Будет положено начало настоящей православной общине. И вам не страшно будет никакой священни. Вы будете не привязаны к храму. А если у вас станет много, что сомнительно, и вы не сможете молиться в простом доме, то тогда у вас хватит сил и средств построить свой небольшой храм. И вам не нужно будет бдительно следить, насколько благоговейно священник совершает богослужение, и насколько старательно ремонтирует храм. Найдете другого священника, и сможете его раз в месяц привозить хоть за 500 километров. Никакой епископ или другая беда не сможет вам повредить. Только начните. А если нигде такого не видели, сходите к баптистам, адвентистам и еговистам. Поучитесь проповеди у них. У них по всей России есть тысячи общин, состоявшиеся именно таким способом. Но гордыня не позволит. Они еретики, а мы истинные. Не гоже нам о них учиться. Тогда приезжайте к нам в Барнаул. Но и здесь. Вы раскольники, на секту похожи. Но тогда сидите с Сиднем, пишите желчные письма, ругайтесь со своими пастырями, спасая Церковь и Россию. Всю зиму 2001 года мы ежедневно по вечерам в крошечном село Салаганда, вчетвером с молитвой читали Евангелие, разбирали его по святым отцам, подробно разбирали книгу правил. Ни разу бывший староста, живущий в 9 километрах и имеющий два автомобиля и лошадь, не приехал, хотя теоретически и материально нас поддерживал. Это говорит о том, что такому человеку только предстоит путь ко Христу и Евангелию. И очень прискорбно, что многие ревнители о чистоте православия именно таковы. То есть находятся лишь около церкви, понимая, что что-то не так, а что именно понять не могут, и начинают воевать с ветряными мельницами. А Россия гибнет без Христа, без православной проповеди Евангелия. Честной, бескомпромиссной, не в слове, а в силе. Россия жаждет, чтобы благословение у вас было не в слове только, но и в силе. 1 Солоникийец 1.5 Поэтому давайте проповедовать без лицеприятия, не боясь никого и ничего, возрождая души, утверждая истинное православное вероучение. Что же касается многократной лжи, допущенной моим обличителем, то она является закономерным итогом души, не утвержденной в слове Божьем. Да простит Господь его и всех наших клеветников. Буду вам благодарен, Константин Юрьевич, если вы сможете поместить мое письмо без сокращений. Ярмонах Нафанил Судников, 9 октября 2002 года. Сколько назад? 14 лет назад было. Республика Алтай, Чойский район, село Паспаул, Стуртай в Николае. Так он написал. Глаз вопиющий. Как же опустела, ословила Русь полублатная. Душе отрекшись, осквернили тело, и нерожденных лютый змей глотает. Не вымолись монастырям и храмам пророка, голосящего о правде, о каре лютой, что придет с Кораном, за жизнь беспутную, за нравственной оградой. Тот голос, заполняющий округу до содрогания и дрожи мертвецов, по нераспаханному режет древним плугом, глаголит истину, не за глаза, в лицо. Экранизируйте, зовите режиссера, он выдаст вам по первое число. Слова такие завтра будут стерты, приснобессовестным заплеванным ослом. Слова пророка не одни упреки, у изголодавшихся по правде острый нюх, они нависнут, проникая в строки. Слова, одетые в тяжелую броню. Глаз, вопиющий о Христе, пришедшем, понесшем грех погубленного мира, мы все живьем, как в доме сумасшедших, заранее готовим таким смирным. Пустыня при обилии земном, бесплоди преломящихся прилавках, глаз разбуди уснувших мертвым сном, сосущих сладостей, несытой пиявкой. Тот голос духа стал дождем, где сухо, на обреченных моросит, где что сито, и стройку обновляет, где разруха, и воскрешает полчища убитых. И евангельские бьются в словеса, подхватывают с нежностью друг друга. Спеши, пророк, мы на твоих весах, к устам поднимем боевые трубы. Седьмое стихотворение, я называю их пропадью стиха. Это написано было в четвертом году, письмо раньше было, потом я употребил. О чем здесь говорится? Не знаю, тут или Судников, или РПСЗ. Да, вот так и напиши. Церковь Судников Суртаеву. Все на этом. Показываю и там. И на этом кончаю. Благословен Господь. Благословен Господь. Продолжение следует...